Привет, друзья! Вы на канале классика орхидейного жанра и сегодня я снова буду показывать вам красоту. Но это будет необыкновенная красота, это будет ароматная красота. Но сначала я покажу вам другое чудо. Друзья, в Приморье зацветают лотосы. Лотосы цветут в Приморье до середины августа. Здесь произрастает реликтовый вид этого цветка лотос комарова. Он занесен в Красную книгу России. Этот вид лотоса сохранился с доледникового периода, когда климат здесь был гораздо теплее. В крае существует несколько озер, на которых ежегодно цветут лотосы. Лотосы почти не пахнут. У них огромные, больше, чем у древовидного пиона цветы. Лепестки кажутся словно сделанными из невероятно плотного, сочного и прозрачно-розового инновационного материала. В Приморье существует тайный орден лотоса-любов. Это необыкновенные люди. Зимой, когда стужа сковывает льдами гладь вод, они выходят собирать коробочки семян лотоса. Они почти как маковые, но крупнее в несколько раз. Лотос просто так не прорастет и абы где не вырастет. Каждая семечка нужно потереть 20 раз ошлифовальную бумагу средней зернистости. Это называется скорификация. Тогда весной через дней 10 семя разбухнет. Выкинет сначала ярко-зеленую стрелку, потом корешок, потом подумает-подумает и решит. Жить ему в вашем аквариуме или прудике или нет. Вода лотосу нужна родниковая и метр ила на дне. В суровые зимы лотос вымерзает. Как говорят японцы, в первый день лотос имеет форму бутылки саке, во второй вид чаши для саке, на третий день похож на глубокую тарелку для супа, на четвертый на блюдце, в пятый день выглядит как лейка. Друзья, думается мне, что многие из вас никогда не видели такого чуда. Благодаря Ольге Воробьевой, магазин-цветариум, город Арсеньев, мы смогли пронаблюдать это чудо чудесное. Друзья, дух захватывает от такой красоты, не правда ли? Но вернемся к орхидеям. Первым представителем супер-мега-ультра-ароматного сообщества является зикапиталум Луизендорф. Это великолепие вы видите сейчас на своих экранах. Это цветение второй бульбы. Первая цвела месяц назад. Цветение длилось ровно два месяца. Я засекала, документировала и есть все подтверждающие доказательства. Это достаточно длинный срок. Многие считают, что зикапиталум цветут не больше месяца с одной бульбы и одного цветоноса с нее. Предвкушая разного рода вопросы, сразу отвечу, что мое растение достаточно компактное. Оно не занимает много места. Листва его не вытянута. Почему? Потому что зикапиталум крайне светолюбивы. Они любят нежиться в ярких и прямых солнечных лучах, как сейчас на ваших экранах. И у меня часто спрашивают вновь прибывшие зрители, какие стороны света у меня в квартире. Друзья, то, что вы видите на своих экранах, это северо-восток. И здесь очень яркое и сильное солнце с апреля по июнь. Затем солнце поднимается слишком высоко и в мою квартиру практически не проникает с этой стороны. Но есть еще и другая сторона, юго-восточная. Я уже рассказывала, на этой стороне все мои растения выгоняют цветоносы. А уже цветут в этой комнате северо-восточной для того, чтобы продлить свое цветение как можно больше и как можно дольше. Радовать меня своими красивенными цветами. А еще часто спрашивают про притенение. Ну, неужели не притеняете? Я оставила в мае на пару часов и растение сгорело. Друзья, я рассказывала в цикле видео о вандах, как я приучаю свои растения к солнцу. Постепенно, поэтапно, начиная с нескольких минут и каждый день увеличивая время. Мои растения могут находиться на открытом солнце максимально долго. Конечно, друзья, это не то реактивное солнце, когда 33-36, разгар лета и палит нещадно. Нет, друзья, это другое солнце, майское, апрельское. Оно более щадящее, более нежное. И поэтому в этих лучах солнца мои растения вполне могут находиться и час, и два, и три до тех пор, пока солнце не скроется за угол и не перейдет на другую сторону света. А уж там, на юго-востоке, мои растения практически в броне. Они могут стоять на солнце невообразимо много. Возможно, это из-за тройного остекления, ведь у нас Дальний Восток, холодно. Возможно, они просто уже адаптированы к этому солнцу. Чего, друзья, я и вам желаю. А еще у меня с недоумением спрашивали, неужели вы душуете даже зигапиталумы? Ведь везде говорят, что их нельзя мочить. Я никогда своего не мочила, друзья. А везде говорят, что зигапиталумы часто поражаются паутинным клещом. А я не знаю, что это такое. Как вы думаете, почему? Друзья, да потому что все свои растения и пафиапиталумы, которые вообще не рекомендуют душевать, и зигапиталумы, и камбрии всех видов. Я все орхидеи душую. И 4 ванты в том числе. И везде в пазухи попадает вода. Вода не вредит нашим растениям. Друзья, почитайте комментарии, сколько людей уже пишут и кричат, что спасли свои растения с помощью воды, с помощью опрыскивания, с помощью душевания. Реанимашки выходят из этого состояния, пускают корни и листья. Друзья, читайте, смотрите и верьте. Но не забывайте правила безопасности. Друзья, после душевания, после опрыскивания растения должно стоять в очень светлом и вентилируемом месте. То есть должно обдуваться со всех сторон. Мне многие пишут с островов, с Кипра. Говорят, у меня жарко, у меня душно, у меня сухо, а я боялась душевать. Да я опрыскала, а оно все через 5 минут сухое. Друзья, если у вас немного орхидей, ни 4 сотни, ни 3, и вы можете с ними справиться, душуйте, пожалуйста. Пусть они у вас стоят на солнышке, пусть они у вас обсыхают, обдуваются ветерком, сквознячком, и поверьте, ничегошеньки с ними не будет. У меня не 10 орхидей, и даже не 50, их больше. Тем не менее, я справляюсь с ними со всеми. И все они здоровы и счастливы. И на одном, и на втором цветоносе этого зикапиталума было по 5 цветов. Друзья, вы не представляете, какой аромат идет даже от 5 цветов. Я с трудом представляю, что было бы, если бы одновременно цвело 2 цветоноса. Наверное, это было бы уже слишком. Аромат сладко-тяжелый. Он буквально обволакивает. Этот аромат перешибет любой, даже аромат Леодора. То есть, сильнее аромата вот этих трех орхидей, которых я сегодня буду вам показывать, я ничего не встречала. Но хочу сказать, что это еще не самый тяжелый вариант. Бывает и хуже. Тем не менее, друзья, если вы любите сильные запахи, запахи дурманищие, запахи, окутывающие вас со всех сторон, это растение точно для вас. Многие в комментариях пишут, что так и не смогли найти подход к зикапиталумам, что погибло уже несколько растений и больше рисковать не будут. Друзья, хочу отметить, что зикапиталумы крайне влаголюбивые растения. Вот не поверите. Везде пишут, что бульбовы запасают влагу в бульбах и им не нужно много. Моя практика показывает, что нужно много. Мой зикапиталум не то, чтобы не просыхает. Он просто, как лягушка, постоянно находится в воде. Зато листья у него, как у пальмы юка, они мягкие и податливые. Он у меня такой бодрый, он у меня такой плотный, он у меня такой великолепный, и он так шикарно развивается, что можно только позавидовать. Это уже второе цветение с декабря месяца, когда я его только приобрела. А приобрела я его всего с одной бульбой и двумя ростами. Зато какое шикарное растение сейчас. Сейчас у него 5 бульб, одна из которых цветет. Хотя всем известно, что зикапиталумы цветут с новых ростов. Тем не менее, во время формирования цветоноса этот новый рост уже стал преобразовываться в бульбу, и теперь цветет уже бульба. Кроме того, на той бульбе, которая процвела не так давно, уже формируется новый рост подле нее. Друзья, многие просят, чтобы я ассоциировала запахи с чем-то известным. Так вот, это, наверное, все-таки сирень. Еще раз принюхалась тот запах сирени, который сильный, который навязчивый, который обволакивает, особенно когда находишься в маленьком помещении с большим букетом сирени. Итак, еще раз представляю вам зикапиталум Луизендорф с его сладким, манящим и обволакивающим ароматом. И вот на ваших экранах следующий представитель суперароматного сообщества в моей коллекции – это Анцидопсис Бартли Шварц. Не правда это такое название? Мало того, что Анцидопсис, так еще и Бартли Шварц. Ну, просто монаршие корни. Так вот, и меня часто спрашивают, Анцидопсис – это гибрид между Анцидиумом и Фаленопсисом? Нет, друзья! Анцидопсис – это гибрид, в родословной которого встречаются представители Анцидиума и Мельтаниопсиса. Об этом растении я еще не рассказывала в отдельном видео, хотя меня об этом просили, но здесь есть небольшая загвоздка. Дело в том, что про такие редкие для большинства коллекции виды орхидей зрители смотрят не очень активно. И после таких видео Ютуб начинает меня ругать в аналитических данных, что эти видео смотрит маленькое количество постоянных зрителей, и поэтому оно не предлагается другим. Друзья, если вы согласны смотреть все видео подряд, я буду вам рассказывать и про редкие виды орхидей в своей коллекции. Растение было подарено мне на день рождения в декабре 2019 года с одной старой бульбой, одной цветшей бульбой на один цветонос, но растение было уже после цветения, так сказать, уцененка. В тот период у меня попала очередная шляп под хвост, и мне приспичило нефаленопсисы. Вот вынь и положь. И мне вынули и положили. Мне подарили этот анцидопсис. Подарили из уценки, отцветашкой. Я тогда совершенно не представляла, что с ним нужно сделать. Из этой одной цветшей бульбы появилась еще одна, которая не процвела. Эта бульба дала следующие две, и эти снова не процвели. Так прошел год. И вот только когда этот анцидопсис наворачивал себе пять бульб, он от них пустил еще три новых. И когда сформировались эти три, все три процвели, каждая по два цветоноса. То есть на растении было шесть цветоносов, а на этих шести цветоносах сорок два цветка. Сорок два! Слушайтесь! Что это было за цветение? И именно это цветение вы можете наблюдать сейчас на своих экранах. Как все виды орхидеи из этой группы, мы покупаем эти растения под торговым названием камбрия. И тогда я знала, что это растение будет очень сильно ароматным. Не просто ароматным, а очень сильно мега круто. Знала я это и ждала. Я ждала распуска первых цветов, чтобы понять, понравится ли мне этот аромат. Потому что нос у меня суперчувствительный, даже к самым мелким ароматам. И если вдруг они не сойдутся, аромат и мое обоняние, то будет беда. И когда начали распускаться первые цветки, я нюхала и все было благополучно. Мне все нравилось, аромат был сладенький, аромат был вкусненький. И я предвкушала, что когда распустятся все цветы, моему восторгу не будет предела. Цветы все распускались, все распускались, цветонос за цветоносом. Я радовалась и наслаждалась. И тут у меня начала болеть голова. Ни с того, ни с сего. Болит и болит. Болит день, болит два. Растение цветет, а голова болит. Голова болит три дня. И в тот момент мой взгляд падает на анцидопсис Бартли Шварц. И я понимаю, что запах, аромат растения заполонил уже всю комнату, в которой я нахожусь вместе с ним. А я просто принюхалась и уже не замечаю его. А моя голова реагирует. Она уже просто разбухает во все стороны. Вы не поверите, но мне пришлось вынести растение в другую комнату и плотно закрыть дверь. Надо отметить, что к концу цветения аромат практически у всех орхидей очень сильно уменьшается. То есть пахнуть они начинают меньше. И я в дальнейшем смогла принести растение поближе к себе. Головная боль уже меня в тот момент не мучила и благополучно растение доцветало подли меня до финального конца. Сказать, что это растение естественный ароматизатор помещения, естественный дезодорант, это ничего не сказать. Это растение будет пахнуть не только в пределах одной комнаты, но и на всю квартиру. Конечно, если у него будет столько цветов, сколько у моего. 42. Итак, друзья, второй представитель супер-мега-ультра-ароматных растений в моей коллекции это анцидопсис Бартли Шварц. И вот, друзья, на ваших экранах королева. королева моего сердца, королева моей коллекции, королева всех орхидей. Одна из четырех моих драгоценных ванд. Это первая ванда в моей коллекции. Самая крупноцветковая, самая приятно пахнущая, с самым большим диаметром цветка. Все у нее самое-самое, и это великолепно. В прошлом зимнем цветении, которое было с ноября по январь 2020-2021 года, она тоже ароматила, но не так ощутимо. Может быть, потому что лето, может быть, потому что больше солнца, но второе цветение оказалось гораздо ароматнее первого. В прошлом цветении, когда цвели одновременно все четыре ванды в моей коллекции на Новый год. Больше всего ароматила бордовая ванда. А в этот раз именно это. Аромат настолько приятный, что хочется встать возле нее и нюхать. Нюхаешь, и ты счастлив. И так круглые сутки. Это невообразимо, друзья. Как жаль, что через интернет нельзя передавать ароматы. Я бы поделилась им с вами. Это растение голландское. Покупалось без указания сорта, как микс. Такие растения по голландским закупкам дешевле. Я находила подобные растения. Их несколько на сайте производителя фирмы Ансу. Но точного подтверждения названия сорта у меня нет. Я хотела написать производителю и дать ссылку на цветение этого растения и спросить у них точное название сорта. Но пока у меня до этого руки не дошли. Но мне кажется, что я созрею и сделаю это. Друзья, о вандах у меня уже целый цикл видео. Там 4 части. И в этих видео есть все необходимое для успешного выращивания. Вант, если не смотрели, посмотрите обязательно. Но самое главное условие, я скажу его сейчас, это цвет для содержания ванды в квартирных условиях. Практически обязательно у вас должна быть сторона цвета. сопряженная с югом, то есть юго-восток, юго-запад и даже чистый юг. Ванде нужно огромное количество прямого солнечного света для успешного развития и цветения. В декабре эта ванда цвела на 11 цветов и сейчас цветет на 11. Прекрасно развивается без вынужденного впадания в период покоя, то есть во время цветения у моей ванды продолжают расти листья и продолжают расти корни. Я неоднократно вам это показывала. А еще я поделюсь с вами новым радостным событием. Каждый день, ну вот радость и радость, радость и радость. И снова радость. У меня зацветает четвертая ванда. Пока я вам тут уже 3 месяца рассказываю, рассказываю об орхидеях, у меня продолжают совершаться радостные события. Четвертая ванда совершенно неожиданно выпустила цветонос. Это совершенно молодое растение. Первое цветение у него было, видимо, у садовника, но цветонос не вырос, а засох прямо в пазухе листьев. Второе цветение у меня было при покупке. Всего 3 цветочка. И я с нетерпением ждала, сколько же цветов будет в домашнем цветении. Не буду забегать вперед и анонсировать, но все хорошо. И первые 3 цветка уже распустились. Они такие маленькие. Пока маленькие, конечно же, они подрастут. Сейчас я снова подошла к этому растению и понюхала для того, чтобы попытаться как можно точнее описать для вас ее аромат. И я не смогла. Это какой-то аромат солнца, аромат тепла, аромат цветов, множество цветов, там и роза, и какие-то абсолютно простые огородные растения, то есть какие-то пионы, какие-то даже хризантемы, все вместе. Если ассоциировать, представьте, что вы в детстве, лето, солнце и какая-то бабушкина деревня, и вам настолько спокойно, настолько хорошо на душе, и вы знаете, что у вас вся жизнь впереди. И вот все это состояние упакуйте в аромат цветка, и вы поймете, какое ощущение у меня, когда я вдыхаю этот аромат. И вот на этой благословенной ноте я буду завершать свой сегодняшний рассказ и хочу попросить вас написать в комментариях, понравился ли вам такой формат видео о нефаленопсисах, будете ли вы смотреть такие видео вновь. И на этой благословенной ноте я буду завершать свой сегодняшний рассказ и хочу попросить вас, как всегда, об обратной связи в комментариях. Друзья, пишите свое мнение, свое впечатление, свои ощущения от просмотра. Мне очень приятно общаться с вами в комментариях. А еще попрошу вас поставить пальчик вверх под видео, подписаться на канал, если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео и оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.